Привет! С вами Парижа Князева, преподаватель по литературе в онлайн-школе Умскол, и ты смотришь мою серию пересказов по произведениям русской классической литературы. Толстый и тонкий. Начнем с названия рассказа. Чехов продолжил традицию Гоголя, который задолго до этого в поэме «Мертвые души» поделил всех чиновников на толстых, надежно сидящих в своих креслах и легкомысленных тонких. Теперь к содержанию. На железнодорожном вокзале встретились два приятеля – толстый и тонкий. Разницу в положении героев Чехов вначале передает с помощью запахов. От толстого исходит богатый аристократический запах. От него пахло хересом и флёрдоранжем, а от тонкого пахло ветчиной и кофейной гущей. Кофейная гуща бывает только в плохом кофе. Еще одна деталь – тонкий был навьючен чемоданами, узлами, картонками, а это означает, что финансовое положение не позволяло ему взять носильщика вещей. Тем более, что вещи, упакованные в узлы – это признак бедности. За тонким шли жена – худенькая женщина с длинным подбородком и сын – высокий гимназист с прищуренным глазом. Увидев тонкого, толстый радостно окликнул его по имени – Порфирий. Тонкий тоже обрадовался, назвал Толстого Мишей. Они обнялись и троекратно поцеловались. Оказалось, они были друзьями детства, учились в одной гимназии. Тонкий начал расспрашивать Толстого о жизни, рассказал, что сам он женат, с гордостью добавив, что жена – урожденная в Анцибах, лютеранка. Причем повторяет он эту информацию в рассказе трижды. К тому же его сына зовут Нафанаил. Невольно опять вспоминается Гоголь. Детей Манилова звали Алкид и Фемистоклюс. Как правило, вычурные имена дают своим детям люди, которые хотят хоть чем-то выделиться. Затем Тонкий вспомнил годы учебы в гимназии. Толстого тогда называли Геростратом, за то, что он казенную книжку папироской прожег, а Тонкого – Эфиальтом, за то, что любил явенничать. Важно пояснить, что Чехов очень тонок в деталях, и авторская позиция в рассказе не так уж и очевидна. Герострат – это грек, который сжег храм Артемиды, одно из чудес света, чтобы обессмертить свое имя. То есть в переносном смысле так называют людей, которые добиваются славы любой ценой. И так называют Чехов Толстого. А Эфиальт – это предатель, который провел персов грекам в тыл во время одной из битв. Таким образом, это два персонажа истории, ненавистные греками, и с ними сравнивают Чехов своих героев. Восторженно, глядя на друга, Толстый спросил, как тот живет, до каких чинов дослужился. Тонкий рассказал, что второй год служит коллежским асессором, награжден орденом Святого Станислава. Жалование плохое, но жена дает уроки музыки, а сам он делает на продажу деревянные подсигары. Теперь Тонкого перевели в другой департамент, и он семьей переезжал. Таким образом, Тонкий коллежский асессор был чиновником восьмого класса, ценился этот чин высоко, и дослужиться до него было непросто. Он давал право на получение звания потомственного дворянства. Коллежским асессором мог быть дворянин, окончивший университет или лицей. К тому же он награжден Станиславом. Это орден седьмой степени из четырнадцати возможных. Получали его не за особые заслуги, а за выслугу лет. Тонкий спросил, до какого чина дослужился друг. Толстый признался, что он уже тайный советник и имеет две звезды. То есть герой является чиновником третьего класса. Действительных тайных советников в России было тоже немного. Толстый еще имеет две звезды, а самыми высокими орденами являлись звезда и лента, которую носили на шее. Приятелей разделяло пять классов. Боже, что произошло с Тонким, когда он узнал о высоком положении Толстого? Бедняга вначале побледнел и окаменел, а его лицо искривилось улыбкой. Именно в этот момент произошло самое страшное. Человек перестал быть человеком. Состояние героя подчеркивает олицетворение. Даже чемоданы, узлы и коробки поморщились, и сам Тонкий и вещи от присутствия важного чиновника съежились. У жены еще более вытянулся и без того длинный подбородок, а гимназист Нафанаил вытянулся во фрунт и застегнул все пуговки своего мундира. Не изменился, только Толстый. Он по-прежнему искренен, хотя и удивлен переменой, произошедшей с приятелем. Вначале он пытается вернуть его в человеческое состояние, но от почтительной кислоты, которая была на лице у Тонкого, Тайного Советника стошнило. Он отвернулся от Тонкого и подал ему на прощание руку. Но тот осмелился пожать только три пальца Тайного Советника. Это еще один знак раболепия. Так здороваются или прощаются с вышестоящими те, кто в их присутствии осмеливается лишь сидеть на краешке стула. А семейство Тонкого все трое были приятно ошеломлены, но Чехов подчеркивает, что в глазах Толстого Тонкий утратил самое главное, что нужно беречь всю жизнь – человеческое достоинство. Это был краткий пересказ произведения, а полностью мы разбираем все на нашем годовом курсе по подготовке к ЕГЭ по литературе. Если хочешь узнать подробнее или записаться, переходи по ссылке в описании, и я расскажу тебе обо всех тонкостях.